Всем привет! И мы продолжаем приключение нашего любимца щенка Хэнка. Хэн, дружище, вставай! Давайте-ка, друзья, включим свет, отведем нашего любимца в туалет, пускай дело свои дела. Вот так замечательно! Итак, друзья, сегодня мы будем рассказывать о подсказках, которые просили наши подписчики и зрители. Кроме того, друзья, будем передавать приветы и, конечно, одевать наше Хэнка по ваших просьбах. Ну что ж, друзья, первым делом давайте-ка помоем какой-то совсем грязный костюмчик. Вот так, вот так, замечательно, замечательно. Итак, все здорово получилось. Чистенький, симпатичненький, красивенький Хэнк. Да-да, вот так еще прикольно ножкой сделать. Здорово, здорово. Итак, садим за стол, выбираем какие-то вкусняшки и давайте-ка мы выберем, друзья, вот это мороженое. Вот и еще, еще, еще кусочек арбуза. Вот, здорово. Вот такой у нас классный стол и ананас, и арбуз плюс мороженое. Ну что же, здорово, здорово. А пока давайте-ка передадим привет. Итак, друзья, большущий привет от нашего любимого щенка Хэнка всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет Ксении Бобровой, Машеньке, Вике Мике. Ну, я понял, Вика Мика, это Виктория Квин, только поменяла ник на ютубе. Если так, пожалуйста, отпишись. Ну что же, друзья, девчонки, большущий-большущий вам привет от нашего любимого щенка Хэнка. Ну, а сейчас, друзья, дадим-ка мы ему это мороженое. И да, 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 удалось. 100% мы его накормили. Замечательно. Итак, друзья, большое вам спасибо за ваши комментарии, за ваши подсказочки, как нам лучше одевать нашего Хэнка. Вот, друзья, не обижайтесь, что я не могу выполнить все ваши условия. То есть, я стараюсь хотя бы, чтобы было несколько совпадений. И сегодня, друзья, есть совпадения. Несколько подписчиков просили сделать нашего Хэнка вот пандочкой. Что-то не вижу я панды, костюма панды. Ага, наверное, вот он вот здесь, друзья, где шапочки, шапочка панды. Наверное, давайте-ка, да, вот есть шапочка панды. Вот, здорово. А вот, думаю, нужно ли ему какую-то одежду ставить. Вот, просто попросили сделать его пандой. А вот костюмчика либо нужно подбирать, либо не нужно. Наверное, друзья, не будем подбирать, а то вот костюмчик, мне кажется, они будут скрывать. Хотя вот костюм Цезаря довольно-таки неприкольный вариант. То есть, и шапочка панды, наверное, это бы смотрелось вот так. Вот, кстати, смотрите, как здорово это все смотрится. Но, тем не менее, наши подписчики не писали. Возможно, они хотят, чтобы просто было белое. Либо вот, смотрите, как гавайская юбка подходит. Не буду я пока сегодня ставить никакой рубашки. Давайте-ка пусть наш Хэнк будет вот такой вот белой, беленькой, миленькой, симпатяшкой. Ну, здорово, здорово. А сейчас, друзья, давайте-ка мы с вами отправимся на остров. Вот, как раз вижу, не попался ли кто-нибудь нам на лавовой плата. И, друзья, займемся подсказочками, которые вы просили. И, друзья, у нас попал вот несколько животных. Вот попал у нас Афраеж. Хорошее фото. Кроме того, друзья, попал еще у нас мадам крокодила. Вот такая вот чудесная дама крокодилиха. Почему-то красная. Не знаю, друзья, есть ли в природе. По-моему, в природе нет красненьких крокодилов. Но вот у Хэнка на острове, оказывается, есть. Ну, что же, здорово, здорово, друзья. Собираем бонусы. Очень подписчики просят это делать, чтобы я не пропускал. И давайте-ка, друзья, займемся подсказочками. А тогда я попробую еще сегодня закрыть все же фотосессию с вот этим индийским кабаном. Видите, друзья, не хватает одной фото. В прошлом видео в начале мы взяли, а вот до конца не смогли его добить. Ну, что же, первая подсказочка у нас, друзья, тигр. Кстати, друзья, давайте-ка я зачитаю, какие у нас подсказочки будут. Итак, тигр, пантерный хамелеон, морской слон, пасхальный крольник, панкоряк и птица додол. Вот эти подсказочки просили наши подписчики-зрители рассказать. Ну, что же, идем навстречу вам. Давайте-ка, друзья, пройдемся по подсказочкам. Итак, что же любит тигр? Он любит, главное условие, это лавовая плата. Друзья, любит бананы и, кроме того, друзья, любит цилиндр и еще вот такой вот ксерокс. 23 фото у меня. Вот видите, и микрофонный стон, только и гонг, и ванна, и какой-то еще и бассейн. Вот, разные фотостенды, вот робота и еще морячка, еще фотостенд инопланетянина, очень любят эти фотостенды, тигр, лазер, мини-гольф, ну, ксерокс, я уже говорил, синтезатор, телепорт, три батута, валитбольный мяч. Ну, и думаю, друзья, и достаточно подсказочек. Главное, ставьте банан и лавовая плата. Здорово, здорово. Итак, дальше переходим, друзья, к хамелеонам. Итак, пантерный хамелеон, вот снизу он есть. Вот такой вот необычный зверь. Водится он, друзья, только на пляжу. Кроме того, друзья, он любит вот арбузы. И еще есть две любимые игрушки. Это лазер и вот такая лавовая лампа. Мне удалось его поймать, видите, друзья, 19 фотографий на, вот, ледяная изба-игла, еще наушники, цилиндр, бабочка, розовый ящик. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. 19 фотографий, я его специально, друзья, не ловил, то есть, походу, с другими животными попадал. Вот видите, друзья, и кресло-качалка, и ящик с шариками, танцбол-диско, распылитель для газона, еще здесь ковер. Это баскетбольный мяч, футбольный, костер, НЛО, два батута. Ну, и, думаю, друзья, достаточно подсказочек. В принципе, думаю, проблем не будет. Арбуз и, главное, было, вот, пляж. Следующий качай-подсказка у нас, друзья, морской слон. Давайте-ка, друзья, вот выберем, вот, всевозможные тюлени и морские слоны. И нам нужен морской слон. Вот он. Итак, вот, друзья, первый раз обратились, друзья, ко мне, чтобы рассказать о подсказочках насчет морского слона. Давайте-ка, друзья, откроем. Итак, морской слон любит столик 24 карата, золотой стол. Здорово. Следующая подсказка, что же любит морской слон. Давайте-ка посмотрим. И он любит волейбольный мяч. Неплохо. Третья подсказка, что же любит морской слон. И он любит еду манты. Здорово, здорово. И четвертая подсказка, что же любит морской слон. Он любит моток радужной пряжи. Ну, здорово, здорово, друзья. Очень хорошо. 35 у меня фотографий. Думаю, смысла нет рассказывать о разных игрушках. Он везде ловится. То есть, выбирайте игру манты и попробуйте по всех локациях. В принципе, вот здесь у меня наибольше, кажется, водопад и пляж. Но и на лавом плато он тоже неплохо ловился. Вот, где-то, возможно, дальше. Ну, есть среди вот этих фотографий. Вот видите, вот достаточно фотографий с лавого плато. По-моему, даже на лавом плато он тоже довольно-таки неплохо ловился. Ну, что же, здорово. С ним мы разобрались. А сейчас давайте-ка, друзья, я расскажу насчет пасхального кролика. Это первая страничка. Пасхальный кролик. Вот, давайте-ка мы посмотрим. 23 фотографии. В принципе, особой проблемы нет. Главное условие это вот еда, салат. И все, друзья. Дальше множество игрушек. Вот видите, и коврик. Это главные игрушки, которые он любит. Персидский ковер. Зеленая качелька. И пенек с ветками. Вот. 23 фото. В принципе, довольно-таки много. В основном ловился он меня, видите, либо на пляжу, либо возле водопада. В принципе, проблем не должно быть у вас. Главное, выбирайте еду, салат. Вот видите, тут всевозможные игрушки. И вентилятор, и батут, и бревно, и ледяная изба, и приставка, и моток ниток, фотостенд, кресло-качалка. Ну, в принципе, множество игрушек. 23 игрушки. Специально я его тоже не ловил. В принципе, не думаю, что у вас должны быть проблемы. Просто выбирайте еду, салат. И пробуйте, друзья, по локациям. Так, здорово, здорово. Пробуем дальше. Итак, следующая подсказка. У нас свинки. Вторая вкладка. И нам нужен панкряк. Кстати, друзья, тоже очень долго не мог я поймать вот этого панкряка. Вроде бы все тут просто, как бы, вот, любит он лавовая плата и любит пирог. То есть, есть, как бы, локация, есть еда. Все должно быть просто, но, тем не менее, очень плохо ловится. Вот есть две любые игрушки, золотая карусель и вот эта боксерская игрушка. Но, тем не менее, довольно-таки плохо он ловился, а потом почему-то пошел лучше. Итак, ловил я его на шлем викинга, на машинку на радиоуправлении. Еще три батута, боксерская игруша, мини-гольф. Это столик для аэрохоккея. Валетбольный мяч, надувной какой-то бассейн, автомойка, золотой столик, подушка, синтезатор, зеленая качелька, машинка-качалка, два батута. Это бассейн для вечеринки, королевский бассейн и хрустальный шар. Ну что же, пробуйте, друзья. В принципе, о всех подсказках и о том, как я его ловил, я рассказал. И остается у нас последняя подсказочка. Это птица Додо. Ну что же, друзья, давайте-ка перейдем. По-моему, это у нас следующая страничка. Это у нас третья, либо-либо давайте-ка посмотрим. Нет, это четвертая страничка. Вот, вверху есть птица Додо. Давайте-ка я ее открою. Тоже долгое время не мог поймать эту птичку, а потом пошло лучше. Кажется, тоже довольно простой результат. Любит птица Додо пляж и любит еду суши. Но, тем не менее, друзья, вот, благодаря нашим подписчикам, очень много комментариев и отзывов о том, как было ловить эту птичку, уже совсем не помню. Нужно поднимать, но, тем не менее, вот на эти игрушки мне и еще на подсказки ранее видео нужно поднимать. Смотрите, на что удавалось ловить птицу Додо. Ну, пока вот так, друзья, смотрите. Водопад, суши, кроме того, любит пылевык и еще любит мини-гольф. Удавалось, друзья, мне ловить ее, давайте-ка, уже, голубая качелька, машинка-качалка, глобус, костер, вот, баскетбольный мяч, вентилятор. Здесь у нас что-то подгружается, ага, цилиндр, диван, распылитель для газона, еще вот пенек с ветками, обычный пенек, микрофонная стойка, НЛО, вот вечеринка, телепорт, кресло-качалка, вот золотой, золотой вот такой вот качель и персидский коврик. Ну, пробуйте как-то, друзья, вот так. Ну, а сейчас, друзья, давайте все же, очень хочется мне попробовать сегодня закрытие вот этого нашего индийского кабана. последнее фото, давайте-ка я выберу свеклу. Вот, я посмотрел видео, в принципе, на эту свеклу мне удавалось ловить не панк-хряка, а индийского кабана. Ну, что же, друзья, давайте-ка я обновлю феромоны, посмотрим, возможно, все же удастся закрыть этого кабанчика сегодня. Вот, друзья, благодарю за ваши подсказки, у меня есть несколько подсказочек о том, как ловить пегас молнию и как еще вот других животных. Но пока, вот, друзья, очень бы хотелось закрыть сегодня фотосессии с вот этим вредным индийским кабанчиком, им никак не удается. Ну, что же, давайте-ка, друзья, я попробую еще раз обновить и, возможно, друзья, попробовать поменять игрушки и попробовать, друзья, взять игрушки за кристаллы. Возможно, тогда будет лучше ловить. И вот, 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 друзья, обновляю. И вот попалась ушастая сова. Не те, друзья, звери, что хочется, но тем не менее попадают. И вот, кстати, мадам крокодила тоже там посвечивается. Вот так, здорово, здорово, хорошо. И, кстати, друзья, просили меня очень закрыть нильского крокодила. Давайте-ка я посмотрю. Вот Ксения Боброва очень просила закрыть нильского крокодила. Давайте-ка посмотрим, сколько здесь нужно фотографий, чтобы ее закрыть. Ага, две фотографии, чтобы его закрыть. Он, кстати, любит пляж. Ну, что же, друзья, давайте-ка, мне удается мне, друзья, почему-то с вами закрыть и поймать этого индийского кабана. Ну, еще попробуем. Давайте, возможно, лучше пойдет с нильским крокодилом. Давайте-ка я пойду к пляжу. Вот. Вот, Ксения Боброва подсказывает, что он лучше идет не на кукурузу, как подсказка, а на леденцы-косточки. Ну, что же, друзья, давайте-ка я попробую. На кукурузу я в прошлых частях пробовал, очень плохо и шел, либо вообще не шел. Ну, попробуем, давайте-ка, леденцы-косточки. И еще вот она написала подсказочку, что должен любить розовую коробку. Вот. Давайте-ка я пока так попробую феромонами обновить. Если не получится, поставлю розовую коробку. Итак, прошло обновление. Кто-то здесь у нас появился, либо не появился. Нет, друзья, никто не появился. Вот только вот этот тюлень у нас подсвечивается. Ну, возможно, друзья, давайте-ка я посмотрю, не попадался ли нам вот этот нильский крокодил на розовую коробку. Возможно, это просто, чтобы не менять игрушку. И так, вот в подсказочках написано, что он любит кукурузу. Но не всегда срабатывает вот эта подсказочка. Так, на розовую коробку, по-моему, он у меня не попадался. Ну, давайте-ка, друзья, я сразу же до конца досмотрю. Нет, не попадался. Ну, что же, друзья, давайте-ка я попробую заменить игрушку. Давайте-ка попробую заменить. А кто это у нас подсвечивается? Это у нас подсвечивается, по-моему, носорожка, друзья. Давайте-ка проверю. Нет, не носорожка. Значит, это вот этот тюлень подсвечивается. Морж. Да, да, это Морж подсвечивается. Вот, здорово. Так, ну что же, что же... Ага, вот смотрите, кстати, здесь и еще птичка, попугай Ара, подсвечивался. Ну вот, вот. По-моему, вот так здорово все фотографировались. Итак, друзья, давайте-ка я попробую заменить какую-то игрушку. Давайте-ка я попробую вот это розовое чучело. Девушки, заменить на розовую коробку. Посмотрим, где она должна быть и не используется ли она. Возможно, она... Ага, нет, не используется. Давайте-ка заменим. Вот, и давайте-ка, друзья, я попробую обновить. Посмотрим, что из этого получится. Удастся ли мне привлечь веет нильского крокодила. Друзья, в три раза попробую я обновить феромонами. Если не получится, тогда поставлю назад кукурузу. Вот, кстати, смотрите, как здорово попалась здесь у меня вот райская птица. И, по-моему, рысь... А, нет, это значит рысь подсвечивалась. Вот, это у нас, значит, рысь подсвечивалась. Кстати, у нас не хватало и вот фотографий для рыси. А вот видите, как здорово попалась. Вот, оказывается, на что рысь идет. Она здорово идет на сахарные косточки. Итак, друзья, ну что же, что же, вот так мы здорово обновили. Не получилось. И, друзья, что-то не сработала твоя подсказочка, Ксения. Ну что же, значит, я попробую сейчас кукурузу. Возможно, на кукурузу лучше пойдет. Бывают на те подсказочки, друзья, которые есть. И вот, здорово, и сработало. Все же, извини, извини, Ксения. Вот, видите, сработала подсказочка Ксении. И попался все-таки нильский крокодил к нам. Да, да, вот она, оказывается, все же была права. Кроме того, смотрите, друзья, попался вот такой вот забавный голубой крокодил. Шлем викинга на нем. Ой, смотрите, как здорово. Давайте-ка я его увеличу. Просто не выдерживаю. Смотрите, как здорово смотрится. Вот такой вот милаха. Вот, давайте-ка я его вот так сфотографирую. Смотрите, какой прикольный. Здорово, здорово. Отлично. Только все же, по-моему, я его не сфотографировал. Вот так. Вот увеличил. Ой, ой, очень-очень фотогеничный. Смотрите, какой симпатичный получился. Ну, здорово, здорово. Так. Вот, видите, друзья, как неожиданно. Но, тем не менее, сработала подсказочка. Удалось поймать нильского крокодила. Давайте-ка я сразу же заменю вот эту игрушку. На какую-то другую. Ну, давайте попробуем вот на эту арку. И, друзья, попробуем, попробуем все же обновить. Пока не буду я, друзья, забирать все же эту сахарную косточку. И посмотрим, что из этого получится. Потому что на кокрозу я тоже, сколько помню, ловил. То срабатывало, то не срабатывало. А вот, видите. Ой, здорово, здорово. Смотрите, друзья, как замечательно. И вот попалась у нас рысь. Тоже очень редкие животные, которые еще никак я не мог добраться, собрать. А вот, видите, как здорово получилось. Собираю очень редкие животные. Правда, не все те, что удается. Но, тем не менее, очень хороший результат. Вот, кстати, друзья, нужно записать. За рысь, правда, меня не спрашивали. Но, тем не менее, друзья, видите, очень здорово рысь идет на сахарные косточки. Ну, что же, друзья, посмотрю. Нет, никто больше не подсвечивается. Давайте-ка, друзья, еще обновим феромоны. Откроем баночку. Выпустим их. И попробуем привлечь еще редких животных. И кого же мы сможем привлечь? Удастся ли мне все же привлечь нильского крокодила, чтобы закрыть фотосессию? Вот. Получилось привлечь моржа. И получилось привлечь еще какое-то животное. Кто это там у нас был? Вот эту даму-носорога. Носорожку она правильно называется. Вот видите, друзья, здорово удалось. О, кстати, вот еще попался вот этот забавный у нас пантерный хамелеон, за которого мы сегодня рассказываем. Вот видите, друзья, опять же, подсказочка, что любит сахарные косточки. Что же, что же, друзья. Итак, все здорово, все отлично. Но вот только, друзья, мне удается нам поймать нильского крокодила, чтобы закрыть фотосессию. И так пошло. И да, 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 да. И вот Ксения Боброва была права. Все же удалось мне поймать нильского крокодила на вот эту розовую коробку. Вот видите, друзья, какое хорошее фото. Удалось, удалось, удалось. Все-таки спасибо. Большое-большое спасибо. И мы закрываем фотосессию с крокодилом нильским. Отлично, отлично. Очень здорово. Очень супер. Все отлично. Кроме того, смотрите, я еще и лев попал. Вот под горячую руку к нам. Здорово, здорово. Итак, вот такой вот чудесный... Ага, а кроме льва еще и вот этот белый тигр. Да, множество редких животных. Правда, за некоторых мы уже получили награды. Но, тем не менее, очень чудесно, очень классное, друзья, окончание фотосессии. Все здорово. Получилось. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, в каком состоянии наш Хэнк. И наш Хэнк уже устал. Ну что же, друзья. Вот, очень спасибо, Ксения, за твою подсказочку. Кроме того, друзья, подсказала мне Ирина Григорьевая, как ловить пегас-молнию. В следующем видео мы уже будем и другие подсказочки ваши пробовать. Ну, друзья, если кто в курсе, все же пишите, как мне поймать этого вредного индийского кабана. Не хватает одного фото. То ли ловить дальше, продолжать на свеклу. Ну, конечно же, на это и будем продолживать. И, наверное, будем пробовать менять игрушки за бриллианты. Ну, а пока, друзья, на этом и прообщаемся. Будем улаживать нашего Хэнка отдыхать. Итак, всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Ну и пишите, конечно, в комментариях, кого вы хотите, чтобы мы поймали. О каких рассказать подсказочках. С удовольствием вам ответим. Всем пока, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова